Проблемы некоторых сахалинцев сдвинулись с мертвой точки. Случилось это после встречи с начальником управления генпрокуратуры по Дальнему Востоку. Одни пришли на прием лично, другие присоединились по видеосвязи. Вопросы звучали разные. Долгое ожидание подключения к газу, слишком затянувшиеся предоставления квартиры инвалиду детства и другие. Подробнее о них в нашем первом сюжете. В числе первых на прием попала южно-сахалинка Анастасия, которая является инвалидом детства. Она пришла на встречу с соцработником. Женщина объяснила, что жилье девушки еще в 2021 году признали непригодным для проживания. Мы просим предоставить Анастасии жилье. Она девочка самостоятельная, адаптируется потихонечку и мы думаем, что она может самостоятельно проживать. Ответ на вопрос держал мэр южно-сахалинка Сергей Нацадин. Александр, мы уже готовы не просто в первом квартале, а уже готовы, мне кажется, в том числе и завтра решать эти вопросы. Прием граждан состоялся под руководством начальника управления генпрокуратуры по Дальнему Востоку Андрея Мандахонова при участии прокурора области Вячеслава Шайбекова. По ходу встречи они выслушали проблемы разного порядка. Одна южно-сахалинка обратилась с тем, чтобы в ее дворе наконец пилили тополя. Они закрывают окна, не пропуская в квартиру света во время циклонов, представляют угрозу для жизни. Летом, когда появятся листья, соответственно, коллеги сделают соответствующие замеры. Если подтвердится, что инсуляция не соответствует нормативам, которые предусмотрены, тогда у нас будет два варианта. Опять же, либо кронирование дерева, его обрезка, либо, соответственно, полный его демонтаж одного и второго. Ну вот мы сейчас на примере Екатерины Николаевны видим о том, что управляющая компания, она не своевременно реагирует на сигнал. В целом, в ходе приема за помощью обратились 10 человек. По завершению, Андрей Мандахонов дал поручение принять безотлагательные меры по восстановлению нарушенных прав заявителей.